Учебник английского языка 7 класса Афанасьева Михеева, юнит 2, упражнение 31 и страница 39. Итак, задание у нас перевести. Текст уже довольно сложный, я так понимаю, у вас уровень поднимается. Поэтому смотрите, ориентироваться мы здесь будем на вот это правило. Напомню, это правило особых случаев исключений преобразования множественного числа существительного, то есть, как вы знаете, child это ребенок превращается во множественном числе в children, то есть никаких s мы не видим. То же самое с вот этой колонкой, а вот последняя колонка, напомню, в ней существительные вообще не изменяются. То есть shape это одна овца и shape это овцы. В принципе, отработка этого правила как раз идет вот в этом тексте, насколько я поняла. Так, прошлым летом я жил в Шотландии на ферме у моего дедушки. Прошлым летом, это у нас last summer. Я жил, то есть давайте подумаем, какое время, это просто про факт, который был в прошлом, значит, у нас past simple, и мы говорим I lived, да, то есть мы D добавили. I lived в Шотландии, in Scotland, а вот теперь на ферме у моего дедушки. В данном случае, когда у нас, как я так фигурально выражаюсь, есть хозяин, и зависимая от него вот вещь какая-то, да, хотя это бывают и люди, то сначала мы ставим, так скажем, условного хозяина. Поэтому он, сначала мой дедушка. My grand, кстати, можно granddad, можно grandfather, поэтому тут уж сами смотрите, ну давайте grandfather, ладно, давайте grandfathers, хотите дать, напишите, и затем притяжение. То есть вот это, как бы, скажем, хозяин, да, и мы делаем апострофу S, потому что ему принадлежит ферма. Надеюсь, вы это правило хорошо помните, это вы его начали изучать, по-моему, во втором классе. Еще разок. Last summer I lived in Scotland on my grandfather's farm. То есть вот у нас как раз этот притяжательный падеж. Так, затем, там было очень интересно, давайте с этого начнем. It was very interesting. То есть тут пока все понятно, да, было очень интересно, но слово там, слово там ставим в конце. The are. Потому что у дедушки много животных. Тут вопрос было, наверное, хотя... Нет, наверное, в целом у него, то есть сейчас факт про дедушку, что у него в целом, наверное, много животных. Но поехали. Потому что... Because... Так, сейчас... Так, потому что... Дословно, мой дедушка имеет много животных. Ну, кто еще не умеет, хотя, надеюсь, уже знаете, как их перефразировать. То есть пишем сначала дедушку, дедушку. Because my grandfather... Ну, пусть как grandfather, будем официально писать. Можно granddad, опять же скажу. Grandfather. Так, у меня проблемы с телефоном. Я забыла, на чем остановилась. It was... Так, было там очень интересно, потому что... Так, у дедушки много. Мы написали дедушку grandfather. Теперь, как же ж, у него много животных. Ну, то есть это наш has. Можете написать has got. Можете, ну, я как-то привычный мне has. Because my grandfather has много. A lot of animals. Так, я потом, если что, еще раз перечитаю, и мы еще раз это все переведем. Номер 3. Предложение. Там я впервые в жизни увидел коров и быков. Там. There. I. Впервые в жизни. Вы, наверное, даже не встречали до этого такая вот особая фраза For the first time in my life. То есть вы ее, по-моему, до этого в учебниках и не видели. Поэтому смотрите. Мы ее в самом конце напишем. А для начала мы сделаем... Там я увидел коров и быков. There I saw. То есть у нас по-симплу мы работаем в прошедшем обычном времени. Вторая форма глагола видеть, see, это saw. There I saw коров. Это у нас одна корова, а это cows. Много. Ну, или несколько. And. Теперь смотрите. Быки. Это как раз у нас идет рамочка ox. Это бык. Oxen. Это множественное число слова ox. Поэтому вот здесь как раз и будет oxen. Слово исключения, напомню. И вот только теперь. For the first time in my life. Вот это все значит впервые в жизни. Так, затем. Свиньи мне не понравились. Начнем давайте с этой части. Свиньи. Слово исключения. Вот оно у нас. Swine. Одна свинья. Swine, свиньи, как вы видите, никаких с мы не ставим. Так, то, что они мне не понравились, я начинаю с I. I didn't like the swine. Да, мы-то в курсе про каких свиньи. То есть те, которые на ферме. Зе поставим. Никаких с, напомню, мы не ставим. Слово исключения. I didn't like the swine. Зато я подружился с тремя дедушкиными овечками и иногда кормил их хлебом. Смотрим на овечек. Тоже слово исключения, которое совсем никак не меняется во множественном. Ну, нам главное правильно перевести, конечно, все предложение. Зато. Слово зато здесь можно сказать, это просто but, но, да, то есть это в принципе то же самое. Подружиться с кем-то. Подружиться, вы, правда, по-моему, тоже этого как-то не встречали, эту фразу. Есть такая фраза to make friends. Это и значит подружиться. Затем with somebody, то есть с кем-то. Ну, вот здесь мы ее как раз отлично используем. But I. Make, вы знаете, неправильный глагол. Нам нужна вторая форма. Made friends. То есть просто такое устойчивое выражение. With. С кем он там подружился. С тремя имена. With three. Дедушкиными. То есть опять притяжательный падеж. Grandfathers. И затем не ships, а просто ship. То есть без всяких эсок. With three grandfathers ship. Так, это мы написали. И иногда кормил их хлебом. And. Давайте здесь. Можно sometimes. Давайте, наверное, возьмем наш старенький. Sometimes. Кормил их. Feed. Это глагол кормить. Он неправильный. Вторая форма. Fed. And sometimes. Так, секундочку. I. Давайте добавим там в подлежащее. Лучше в английском переписать. And sometimes I fed them. Кормил их. With bread. Хлебом. Но при этом мы ставим еще и предлог with. Он на русский не переводится. Затем. Недалеко от фермы было озеро с холодной чистой водой. Недалеко от фермы. Можно в конце предложения, но можно ее здесь поставить. Not far from the farm. Было озеро. Когда у нас что-то где-то находится, мы используем конструкцию с there. There is, there are. Или как здесь в прошедшем времени. There was или there were. Вот как раз пришло время это ставить. Озеро одно значит there was. Озеро с артиклем. There was a lake с холодной. With cold. And. Хотя and с холодной чистой. With cold. Хотя давайте and не стоит. Мы не поставим чистая. Чистая, то есть без всякой грязи. Это слово clear. With cold, clear water. Хотя можно... Ну ладно, давайте так. Так. Так, with cold, clear water. Все, подойдет. В озере было много рыбы. Слово рыба, к сожалению, опять же исключение. A fish. Одна рыбка. Fish. Несколько рыбок. Хотя вы можете увидеть fishes. Бывает, но очень редко. То есть чаще всего это слово как раз исключительно, без всяких с в конце. В озере было много рыбы. То есть опять же there was или there were. Но так как рыбы, она исчисляемая, значит мы пишем there were a lot of fish. Видишь? Видите, никаких эсок. A lot of fish. Где там? В озере. In the lake. Однажды мы с дедушкой ходили на рыбалку. Ну тут, наверное, имеется в виду, что пошли, да? То есть однажды мы с дедушкой сходили, пошли на рыбалку, и я поймал только одну рыбу, а дедушка шесть. Так, тут, конечно, да, очень все запутано. Итак, однажды once мы с дедушкой. Отметьте, что когда у вас идет вариант вы с кем-то, то есть я с родителями, или я с друзьями, или вот мы с дедушкой, вы не ставите себя на первое место. Сначала идут ваши, тот, кто с вами отправился куда-то, то есть once my grandfather and... И вот здесь вы только ставите себя. То есть скромность в английском приветствуется. На втором месте только вы. Once my grandfather and I ходили на рыбалку. Ну, можно сказать, сходили. Ну, то есть это просто пошли, отправились. Went fishing. То есть вот это рыбалка. То есть go fishing, сходить, ну, у нас в прошедшем времени go превратится в went. И я поймал. Went fishing. And I catch. Смотрите, это первая форма, вторая, напомню, caught. And I caught только одну рыбу. Only только. One fish. Так, вот здесь, ой, длинная получается. Так, секунду. Once my grandfather went fishing, and I caught only one fish. Давайте. And my grandfather... Тут так просто не получится тирея поставить. Это не русский язык, там, где мы можем изменять, как хотим. Здесь все должно быть по правилам грамматики, поэтому, к сожалению, еще и глагол сейчас будем добавлять. And my grandfather caught, словил, да, соответственно, six. И давайте добавим fish. Six fish. То есть мы не пишем fishes, напомню, это слово исключение. То есть я поймал one fish, а дедушка поймал six fish. Но это переводится уже рыб во множественном. Когда мы пришли к озеру, там пили воду олени. Так. When... Упс, чуть это все не уничтожило. When we came. Или можно came up. Тогда подошли. Ну, давайте просто приехали, пришли. Это вторая форма глагола come, приходить. When we came to the lake, там пили воду олени. Так, тут тоже, кстати, несколько вариантов. Давайте так. When we came to the lake. Давайте some deer. То есть несколько оленей. Тут просто без ничего не хочется ставить, хоть что-то тогда требуется. Some пусть будет. Some deer. И они вот в это время именно пили воду. То есть надеюсь, вы тут признали, так скажем, прерванное действие. Долгое действие в прошлом. Это past continuous. Deer. Это тоже слово-исключение. Кстати, вот оно у вас. То есть это множественное число. They. Да, можно по-другому сказать. Значит, мы будем ставить were. А теперь ставим continuous-ный drinking. То есть вот у них past continuous. Some deer were drinking water. И снова слово там. They are. Точка. Один из них был совсем маленький. Один из них. One of them was совсем quite. Давайте quite. Маленький. Small. One of them was quite small. Каждое утро я кормил гусей. Ну и гуси, конечно, тоже слово-исключение. Вот. Но оно хотя бы будет немножко изменяться. Каждое утро. Every morning. Можно, конечно, его и в конце поставить. Но давайте сразу. I. Слово кормить мы встречали. Вот оно было. Fed. И здесь то же самое. I fed. Giz. Да, то есть слово-исключение. Кур. Здесь без всяких исключений. То есть hands просто ставим. And. Кого он там еще? Ага. And chickens. И цыплят. And chickens. Это была моя обязанность. Вот такого, по-моему, вы тоже не встречали. It was my duty. То есть duty это и есть... А, ну мальчики, небось, call of duty знают. Вот как раз оно и есть. It was my duty. Это была моя обязанность. Недалеко от дедушкиной фермы стояла еще одна большая ферма. Пока на этом закончим. Недалеко от дедушкиной фермы. Давайте на первое место. Not far from grandfather's farm. Надеюсь, вы поняли уже, как так произошло. Опять же, было что-то где-то. Снова there. There was... Еще одна. Это значит another. То есть another переводится как другой, другая. Но в данном случае точно так же. Еще одна. Это another big farm. Другая. То есть еще одна большая ферма. Так. Where... Where... Много... Смотрите. Работали много мужчин и женщин. Но мы пишем, где много мужчин и женщин работали. Where... A lot of... Мужчин. Это men. Женщин. Это women. Ой, минуточку не дописала. Women. То есть опять же это ваша табличка. Вот они. Мужчины. Вот женщины. А теперь работали. Прошедшее время значит... У фермера, нашего соседа, большая семья. Фермер мы знаем, о ком речь. Дефаме. Потом идет как бы уточнение нашего соседа. То есть... Уточнение закончилось. Большая семья. Имеется в виду, что... По-другому. Фермер имеет большую семью. Ну, опять работа с has. Или has got. Как хотите. Has. Я лично has хочу. A big family. Тут легко. Тут вы знаете. У него три сына и две дочери. Ну, это уж вы точно знаете. He has. Или has got. Как хотите. Three sons and two daughters. It's easy. То есть легко. Вы это точно знаете. Маленький Питер. Очень славный. Little Peter. Is. Главное не забыть. Very. Ну, вот есть слово cute. Миленький. А есть слово nice. Хороший. Вот как здесь. Славный. Ну, cute. Это, знаете, как-то такие щечки розовенькие. Там, не знаю, волосики какие-то беленькие. Крутятся. И такой прям милый-милый. Ну, здесь в каком значении? Наверное, в смысле добрый. Там, не знаю. Давайте nice тогда оставлю. Теперь. Когда я уезжал, он принёс мне в подарок двух белых мышей. Так. Во-первых, слово уезжал. Это глагол leave. Покидать, оставлять. Сейчас увидите, как пишется. То есть не путаем его с жить. Live. И вот когда я уезжал, то есть этот процесс был-был-был, потом ба-бах, и он мне принёс мышей. У нас прерванное действие. То есть то, что он уезжал долго, это в постконтиниусе действие, а то, что он мне принёс одномоментно, это постсимпл. Поэтому when I was living. То есть вот он наш постконтиниус глаголом, вот ещё раз отметьте, leave, покидать, оставлять. When I was living, he принёс. То есть, во-первых, слово принёс, но у нас в подарок. Поэтому принёс он мне в подарок. Можно, конечно, дословно. Можно, смотрите, bring, это приносить. Ой. И поставить brought. He brought me as a present. В качестве подарка. Ну, давайте так. Если честно, просто можно было вообще сказать, что он мне просто подарил. He gave me. А можно вот так долго, то есть дословно. He brought me. То есть он принёс мне в качестве подарка. To white. Слово мышки вы давно должны знать. То есть mouse – одна мышь. Mice – это много. Ну, несколько, да? Mice – вот они у вас есть в исключениях. Так, осталось у нас. Теперь они живут у меня дома. Теперь now they live. И здесь проблема. У меня дома. Обратите внимание. Это не в смысле строения как дом, да? То есть частный дом. Потому что человек может быть в квартире живёт. Может быть он где-то в коттедже каком-то. Мы этого здесь не знаем. У меня дома имеется в виду в целом вот в месте, где я живу. Так вот, чтобы не было вот этих путаниц, то есть квартира здесь или этот частный дом, можно поставить вот такую штуку. At my place. И всё. At my place – это значит ваш дом, хоть вы даже, не знаю, в палатке там какой-то живёте. То есть это в любом случае my place. То есть моё место дословно. Вот оно у нас как раз выражает наше выражение у меня дома. Следующим летом я снова хочу поехать в Шотландию. Ну, а здесь у нас хочу сказать будущее время. Так, следующим летом. Next. Summer. Я снова хочу. I want. Наверное, да, снова хочу. Я хочу. Снова, если что, мы в конце запишем. I want to go to Scotland. Если что, go, напомню, предлог to. Если мы куда-то едем, мы идём. А вот теперь только again. Или again. И так, и так можно. Так, ну вроде бы всё. Теперь давайте мы это всё дело ещё разок перечитаем. Мало ли, вдруг вам придётся на уроке, и заодно будем переводить. Last summer I lived in Scotland on my grandfather's farm. А, подождите, чего переводить? Оно у вас всё вот переведено. Давайте просто ещё разок перечитаем. Ну, я просто так обычные ошибки потом нахожу. Где-то, может быть, описка была. It was very interesting there because my grandfather has a lot of animals. Так, секундочку. Тут именно моего дедушки много. Было много животных или просто много животных? Наверное, просто было. Давайте настоящее всё-таки оставим. Обратите внимание, именно a lot of fish. То есть, и с мы не ставим. Once my grandfather and I went fishing, and I caught only one fish. And my grandfather caught six fish. То есть, опять же, шесть рыб мы делаем как со словом исключением. When we came to the lake, some deer were drinking water there. One of them was quite small. Every morning I fed geese, hens and chickens. It was my duty. Not far from grandfather's farm, there was another big farm, where a lot of men and women worked. The farmer, our neighbor, has a big family. Тут, опять же, можно, в принципе, прошедшее, наверное, поставить. Had, но можно, в принципе, оставить в дословном переводе. He has three sons and two daughters. Little Peter is very nice. When I was leaving, he brought me as a present two white mice. Now they live at my place. Next summer I want to go to Scotland again. Так, вроде всё. Кстати, странно, ошибок не нашла. Ладно. То есть, смотрите, это вариант перевода. То есть, ну, кое-где вы видели, что глаголы можно ставить и в прошедшем времени. Так что, кто хочет, можете поменять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!